сегодня у нас тема с одной стороны такая благостная такая спокойная такая ожидаемая просто я надеюсь что у всех присутствующих ощущение незаполненной ниши в связи с органами дыхания она достаточно достаточно ну или почти у всех у нас присутствовало как вы думаете чем это было связано создание бада для органов дыхания с одной стороны это банальная задача просто значит что он понятный сейчас мы о них немножко поговорим а с другой стороны попробуйте устроить что-то внятное тем более комбинированное чтобы закрыть весь этот комплекс давайте мы чем-нибудь о комплексе и так у нас есть ОРВИ остроинспираторная вирусная инфекция во главе которой сейчас белым лебедям мчится продолжает свое победное шествие ковид это очевидно другие коронавирусы отеновирусы ириновирусы парагрипп грипп состоящий конечно отдельно от всех ОРВИ у нас есть потрясающий набор существующий у нас замечательных флоры живущих в двоточном кольце пирогово к живущим в синусах живущим в носоглотке который вставляет свою лепту в то что ну всегда устроит всегда рад устроить нам хроническое воспаление или воспаление с обострением у нас есть внутриклеточные паразиты никто еще не отменял хламидии живущие в этих же краях у нас есть всегда радующие нас стрептококи которых достаточно полны-полно на тех же миндальных и на той же небной занавеске и сколько хотите и у нас есть разумеется все что мы получаем с окружающим воздухом а в любой момент можно выдохнуть все что угодно от минеральной или органической пыли до пыльцы и до кучи моментов о борьбе это ради бога извините я не понял этот потрясающий что это за pdf и чем мы сейчас с ним будем делать давайте пока что с чатом погодим я все что можно расскажу а потом мы с вами будем общаться окей мы с вами поговорили только о противофакторах и патологических факторах мы с вами поговорим о проблеме как таковой проблема как таковая она конечно номер один безусловно по количеству случаев по разнообразию очевидно по разнообразию осложнений по взаимосвязи патогенетической связи заболевание верхних дыхательных путей с заболеваниями трахеи боевых лёгких с тем что как какое это имеет отношение к иммунной системе как таковой к аутоиммунным процессом к дис иммунным процессом хоббл хронические абстрактивные болезни лёгких очень обратите внимание что мы сами находимся на берегу не то чтобы океана потому что он довольно грязный и разнообразно прямо скажем по набору вредоносных факторов которых он содержит но в любом случае это к этому океану надо подходить сразу с тем что называется меч потому что все известные нам а я не буду сейчас перечислять все известные нам попытки массово продаваемые по сегодняшний день попытки а снять воспалительный процесс остро воспалительный процесс который в верхних дыхательных путях и когда уже перепрыгнул ниже на на трахеи на главные бронхи водолевые бронхи и так далее когда уже начинается картинка бронхита как такового я уже не говорю о пневмонии которую мы конечно здесь не касаемся пневмонии мы с вами с вашим последованием не будем лечить бадом бадами даже прекрасно содержащим прекрасно замечательные эфирные мысла и мы не усердно будем узнать что такое пневмония даже будем лечить антибиотиками но не мы с вами не здесь и не сейчас а вот теперь давайте оставим разные всякие сарказмы и подумаем а что нам собственно надо при той самой массовой ужасной изнуряющей какие-то сложности нос подложился ужасных ощущений во лбу фронтарные пазухи гаммерные пазухи где-то в глубине решетчатая кость совсем глубоко там феноидальные паузы пазухи основной кости черепа неприятно это зуд это насморк это пишение в горле это постоянно отделяемая слизистая гнойная отделяемая которая уходит сверху вниз засасывается закачивается проскакивает через гортань по дороге устраивая кашель засасывается вниз и начинает устраивать на братхит эти сарнал и так что у нас за задачи задача у нас следующая первое нам необходимо конечно разумеется что-то разобраться с отделяемым с тем что устраивает нам слизистые дыхательные пути что нам нужно с этим делать есть вариант тупой ничего не делать он отделяется пусть он торчит на слизистые остается там хлопьями иногда даже до сужения слизистые этим зале я сделал все для чтобы у нас все было хорошо мне сказали что в общем то меня хорошо слышно так вот первый второй вариант давайте забудем про кашель как таковой дадим уж чеку что-нибудь вроде кодеина или других маковых алкалоидов которые поспадают кашлевой центру глупость как глупость но работало не применялось тоже очень применялось вариант 3 очень сейчас красивый элегантный морская вода либо изотоничная либо гипертоничная который вызывает бурное разжижение мокроты чистая правда и бурное отделяемость последующим высмаркиванием и кашлем дальше что нам надо устроить человеку против прочего чтобы она иногда чтобы эти сопли просто перестали выделяться такое-то случается да это что это декордистаты это сосудосуживающий препарат коим нет числа у нас есть достаточно любопытный фито набор хочу напомнить алоэ это сок каланхоя это салатка это кавказские некоторые кавказские кустарники таковые которые могут могут устроить чеку об обильные отделяемые например из гайморов козу ну это стандартный набор который здесь и нам это нпвс они строят противоспитные препараты чтобы снять воспаление что еще разжижение мокроты ацетилсист-13-м что еще снятие бронхоспазма из такой появится тут уже набор сложный от ксантинов типа эуфелина до глюкотикоидов критикоидов типических или респираторных зачем я сделал этот обзор из объяснен а можно ли устроить вместо этого все это цинами в принципе но позиция писать ситуацию когда человеку приходится назначать вот это все или почти все когда у нее все в ходу все цветет все грустно да мы забываем разумеется способов введения способов введения места капли иногда гелия но реже труды пропитанные разными веществами такое-то случается это разумеется дают им допить но не часто пить это ингаляции разнообразные от набулайзера домашнего или профессионального или другие способы раздробления вещества и введение его в виде аэрозоля в дыхательный пути чтобы вместо все это дело вошло сконтактировала или проскочила далеко вглубь до альвеол ну казалось бы ничего тесно правда как вы пол как вы полагаете друзья мои это хорошо работает риторический вопрос понимаете жить с пословицами типа лечить грипп он пойдет через неделю а если не лечить то полечи 7 дней это не хотелось бы слушать с такими пословицами и грустно хихикать в ответ на скажем так если кто-нибудь в таком же духе с тобой поделится наболевшим это не очень интересно еще кое-что смотрите любая ингаляция технически непросто второе это все эти капсулы с большими надо объемы бывает не всегда хороши из интересных моментов чаще всего и вот очень важный момент потребления это далеко не всегда человек полезет заниматься мазками из зева или сеять промыванные воды бронхо даже входить там из этого тем же бархоскопом или логингоскопом всем чтобы что-то там видеть это не происходит а вот что происходит и приходят следующие жалобы есть импература нет справка или больничный выдается человечку человек уходит остается наедине или напротив визави с болезнью которая в целом называется поражение верхних дыхательных путей уже не буду говорить какое у которого есть следующий шанс это всего не геремогенализованных инфекциях типа гриппа и того же ковида и вот есть локальное воспаление хроническое катаральная или катарально гнойны катар катарео стекают по следствиям течет обильно разнообразные разнообразных видов отделяемые аксидаты все понятно да ослаждается это ухода вниз в бронхи в бронхиолы и дальше уже соответственно грустно если удается запустить через его на глобулина и через и запустить механизм бронхиоспазма осталось это не очень хорошо реально грустно а теперь давайте подумаем а что можно сделать на уровне не будем этого скрывать ограниченных возможностей которые нам предоставляют регуляторы связанные боли если увидите что об одном феномене я обязан упомянуть сейчас же потому что феномен этот интересен всегда когда мы не делаться фирмы славил его проглоченное эфирное масло немедленно начать всасываться и немедленно начать выделяться чем самый теперь тем же велами доплывает туда и то самое следствие то есть на выдохе мы получаем человека генератора газовоздушный газ газа аэрозоле масля эфиромасло длинной смеси который выходит снизу вверх и уходит наружу в атмосферу эффект обратной ингаляции мудро это ой как мудро сейчас объясню почему всасываться то будет где-нибудь отделяться будет просто потому что попав в кровь а потом проскочил быстренько туда же означает выделяться большой поверхностью и выделяться но будет цель будет следующее будучи выделенным всей слизистой поверхностью вся вся слизистая воспаление слизистым как правило диффузное пятнами не бывает сплошные картинки для студентов с повышенным воображением она бывает пятнистым она бывает сливающимся в любом случае нужно выделить поцеребные вещества через эту поверхность все чтобы дальше были выдохнуты момент выделения есть очень и очень целебные целебные коротенький но важный период а теперь давайте посмотрим что мы попытались реализовать при помощи бронхо форта артикл 15-11 особенности эффекта когда я чуть позже перейду к ингредиентам я поясню почему удалось столько реализовать так смотрите комплексы поддерживает дыхательную систему при различных видах воспитанных процессов всех отделов дыхательных путей является ли это много ли в этой ситуации человек будет затронут огромное количество потому что в чистом виде процесс никогда не остановится на гортане в любом случае проскочит в той или иной форме бронхи если это не придет цветущему братки то это в любом случае придет к некому к царапающему кашлю или к першащему кашлю в зуду к тем или иным даже воспалением тоска про сосок я почему сказал потому что это выскакивает снизу вверх до проскакивает даже до кожи до волос до придатков кожи в том числе в том числе и железной ткани молочной железы уже как мужчина такой женщина рассмотрелись мы этих вещей когда видели корреляцию между флорой миндалин и флорой например поверхностного мастита итак у нас есть эффект обратной ингаляции мы попытаемся при помощи этого эффекта все выделить накрыть все все слизистые какие только можно могут быть практически при всех процессах о которых мы с вами говорим итак нам нужен противовоспалительный эффект нам нужен бактерицидный нам нужен антивирусный нам нужен в той или иной форме снижение бронхоспазма нам нужна регенерация свистая горта горло горта нитрахеи бронхов потому что вот это если посмотреть если взять любой эндоскоп и посмотреть что то лица это конечно картина жуткая это картина развалины это картина эпителия практически без локальных концов клеток это это ужасно то что называется я бы называл это извязлением не извязлением это не локальные дырочки это целые поля ситуация когда нет никакого насыщения эпителия укрепляет укреплять иммунную систему в эпидемические периоды в пик распространения спиртных безусловно иначе придется сверху этого принимать еще не кипят а зачем это нужно когда есть такая возможность свойства ингредиентов вот это пожалуйста уточните пожалуйста экстракт мать и мачехи имеет серьезный противовоспалительный мягчительный разжижающий мокроту отхаркивающий патогонный протхит и воспаления аллергикловингит чабрец или тимьян эфирное масло обладает бронхолитическим эффектом то есть расширяет споспированные бронхи и конечно уменьшает вязкость мокроты имбирь противовоспалительные бактерицидные противовирусные разогревающие жаропониможающие средства имбирь это всегда аромат востока на котором на на ближнем востоке так и на военное достание либо на китае и в китае таково имбирь это конечно ну некий скажем берет на себя будучи в пище берет на себя функции серьезного пищевого целебного средства эвкалипт мукорегулятор он действительно как бы сказать уменьшает образование слизи я подсказал уменьшает образование густой слизи потому что эвкалипт как таковой при контакте со слизистой он вызывает слизь с очень небольшим количеством муцинов то есть слизь становится водянистой это очень ценно ну и наша любовь уже теперь пожизненно я надеюсь недавно началась но продлится максимально долго экстракт семян черного тмина кроме антивирусного бактериального иммуновалирующего эффекта мы должны говорить о невероятной силе противовоспалительного эффекта семян и масла причем этот эффект я вообще обожаю с точки зрения воспаления один очень простой то есть воспаление должно пройти и закончится воспаление должно практически своей стадии и закончится не надо его ему мешать есть такой то есть так вот помешать ему можно и вот почему у нас получается что те кто применяют черный тмин как иммуноводулятор они получают они ухитряются обходиться после серьезного контакта с болезнетворными факторами ухитряются обходиться без плохих нехороших воспалительных процессов понимаете переход от фаренгита ларингита сразу или сразу через несколько дней переход к бронхиту это грустно это та самая ситуация когда иммунитет есть замечательный тимонный ответ у кого нужно воспаление бронхи концепт это смесь масляных экстрактов и так математика чем врезали тимьян имбирь эвкалипт и на черный мы внизу здесь написали достаточно банальную вещь фито добавьте способствующие восстановление эпителия органа дыхания при речной ткани усилению барьерных функций бронхов кстати кстати сказать мы часто когда занимаемся органом X давайте смотреть дальше давайте смотреть дальше это уже получил интересный вопрос но мы его сейчас посмотрим дальше полный состав он перед вами у нас есть антикиститель концентрат смеси к токоферолов и витамин Е и оболочки капсулы желтинга веже у нас есть формальный состав он перед вами смесь масляных растительных экстрактов 60 капсул по 750 грамм взрослым по две капсулы день запивая стаканом воды хранить в сухом защищенном месте и изготовитель он наш друзья я сейчас буду исходить из того вопроса который я только что получил но достаточно интересен что мы здесь говорим о молекулярной стороне экстрактов вы же знаете у нас есть серьезная линейка американских констрактов связанных американских препаратов американского привычного изготовления под названием молекулярной форс здесь по каждому из компонентов включая черный ткани безусловно мы с вами получаем синергию масел эфирных масел каждая из которых реализуют свой собственный эффект и вот это потрясающе и это получается что если мы с вами предположим затевали подобные смеси нам надо было бы каким-то образом доставлять в организм и устраивать ну самый простой вариант который кажется как таковой это конечно ну некая плошка с смесью масел из которой идет обильное испарение то есть уже подогревать или продувать так скажем этим самым вентилятором что это в таком духе и начать этим всем дышать у нас ситуация здесь мы пьем у нас это достаточно быстро всасывается проходит через ту же слизистую потому что эфирное масло имеет свойство выделяться слизистым органом дыхания я не сделал здесь одного слайда который звучал бы следующим образом а кому ну давайте так у нас это конечно все таки взрослым то есть 18 лет это конечно все ситуации связаны с острыми спиритурными заболеваниями это ситуации связаны с хронизацией спиритурных заболеваний то есть бронхит или даже пост бронхитное состояние когда вы понимаете что она не завершилась достойно это хоблы причем даже вот тут я буду иметь смену сколько утверждать часть хоблов то есть абстрактивные болезни легких связаны кажется с аллергией безусловно я рискнул предположить что надо пробовать его даже при хобле когда мы имеем картину аллергического бронхита аллергического бронхоапстрактивного синдрома или та самая астма внутри хобла как вы знаете находится хронический бронхит как таковой бывает гной не бывает такой этакий всякий разный с прибыл дании бронхоспазма и с прибыл данием сезонных или десезонных обострений с наглоением и вот сейчас уже интересные вопросы пошли вот что мне нравится у вас коллеги этого начать задать вопросы немножко раньше чем их надо начать задавать но готов сейчас уже я закончил свои дозволенные речи как сказал шеферезада по поводу бронхофорте но надо нам с вами начать его обсуждать я рад что вопросов много я рад что мы будем их сейчас обсуждать только у меня к вам нижайшая просьба сейчас разберусь с чатом перейдите пожалуйста вопрос нет я в чате разберусь так три секунды можно принимать детям шести лет нет к сожалению нет это я ответил с какого возраста с 18 нужен возраст детям от трех лет виктория вы поставили знак вопроса он разумеется шучка он нужен такого возраста я не очень понял конечно нужны такие вещи но у нас как вы знаете есть по-прежнему это не у нас это ситуация на всей есть большая проблема связана с бадами для детей эфир сохраните пожалуйста чтобы было все послушать я разберусь с этой ситуацией можно ли применять механическом бронхите и насморке если я правильно воспринимаю вы имеете не только хронический бронхит но и хронический насморк можно и должно более того риск предположить что даже на стадии обострения хронического бронхита хронического насморка эффект будет он собственно не будет он есть и это приятность этому баду обеспечивает конечно эвкалипт это но это просто очень вкусно это очень ароматно это ну это эквалипт еще сам по себе в модный режиме это чудесная вещь но весь набор который есть вокруг него это первую чутим яручу чеблец и и конечно это удар по нескольким моментом это это самое ржение мокроты тот самый противороспалительный эффект то самый противокашлевой эффект связано с тем что у каши становится просто меньше субстрата как таково так давайте я дойду до конца и перейду к вопросам если какой-то чат по продукции для здоровья у нас достаточно в телеграме есть но это для по докторам попробую потом ответить вам что можно принимать для профилактики курильщикам первое для профилактики чего уважаемые профилактики это не естественно профилактики я могу его рекомендовать когда но совершенно очевидный состоялся контакт с каждым распространяющим инфекцию человеком или когда есть переохлаждение или когда человек хватанул какого-то совершенно гадкого воздуха прям промышленного района и что в таком духе или он действительно умудрился например ну я такие ситуации банально для москвы влез в метро вспотел надышался на поменялся флоры со всеми окружающим и вернулся домой готовый пациент вот тогда конечно это нужно курильщикам курильщикам надо бросать курить я у меня очень простой взгляд на эти вещи мне не планирую играться с курильщиками по этому поводу говорит что такое меньше курить не надо вообще читайте пожалуйста экспериментальную онкологию под руководство изданную под руководством миллион минусы шабада это старая книга приличным докторам положено ее знать наизусть там было все забавно там про курева этого мне страшилки на этих самых на секретных коробках сейчас проходит лечение пневмонии в стационаре можно добавить на это стадии лечение на бронхофортом можно но не очень нужно в лечении пневмонии в стационаре насколько я могу судить на не только антибиотики это еще и набор дыхательных ингаляционных мероприятий много 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 всего поэтому можно но я не сказать я не очень люблю встревать стационарную политику она же схема лечения которые вытворяет какой-то доктор устраивать это консель канцелярно с ним не получится это лучше этого не делать осмы селивающиеся на холоде как часто можно принимать устраивать и месячный курс как минимум посмотреть что будет приятенными с лекарствами лечения запросто при сухом кашле можно применять безусловно потому что эфирные масла выделяемые слизистой для 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 сухого кашля это просто как у курс приема 30 60 дней значит после медикаментозного лечения все зависит от выхода медикаментозного лечения я крайне понимаете выход из закончили курс медикаментозного лечения надо оценить что произошло что происходит что происходит опыт показывает что конечно никогда не бывает обрыв кашля в один момент никогда не бывает с насморка в другой насморка обрывается очень быстро что еще там может быть одышка но одышка плохой признак вообще вот поэтому пожалуй да но я бы сделал так я завершил медикаментозное лечение продолжал бы пару недель даже побольше особенность этого эпид сезон и я спокойно начал прием так с вашим зрением перехожу на вопросы так азалия жидинова все зависло с вами подскажите просто детям можно моему села 90 лет постоянно бронхит нет вы я уточнил эту тематику но сколько понимаю не мы не можем сейчас это рекомендовать клинические бронхиты насморки ответил что посоветуйте при коклюше сыну поболел 3 дня потом старше закашлял часа 2 недели закажется так что задыхается алёна у меня маленький вопрос а коклюш доказан обнаружили замечательный микроб бардетела лечить надо можно конечно бронхофорты добавить но лечить может как коклюш как таковой антибактериале грохотова наталья при сухом кашле можно ответим можно курс лечения минимально максимально при ростом бронхите при клиническом процессе длительность после бронхит это месяц натуральный бронхит чтобы не длиться больше двух недель и столько не перескакивает сливную лечебровку и мобиль при хроническом процессе длительность нужны курсы я очень люблю бронхофорта и подобные ему смеси кое у нас уже конечно существует в теоретическом виде давать четырьмя курсами в год месяц пропуск месяц потом перерыв на лето если мы не имеем дело с летним генезом союзки опять в месяц пропуск месяц вот это дает возможность организму во-первых получить серьезную дозу за этот месяц устроить классический пульс то есть ситуация когда ты не гниг не грузишь организм этими веществами устраиваешь ему такие создаваться волны показываю при фиброзе остаться после ковида давайте сделаем это дело и посмотрим что за фиброз и у меня связанное ощущение что это не фиброз если это нежненький фиброзик который скорее всего уйдет не кормящими матери принесшим вирусами родов можно пропить безусловно если она не кормит получается при всех видах кашля можно безусловно добрый день шаббат как тут называется повторите пожалуйста я его даже больше когда я его найду я вам его напишу сказали врачи коклюши зад завтра анализы но очень черный кашель старше сменять к службе в легких службе чисто разумеется потому что коклюши это в основном то конечно нервный скажем так это захват нервной ткани в значительной степени центральной нервной системы отсюда вот эти приступы или так называемые групповой каши группа кашлевых толчков пауза группа кашлевых толчков зачем их это светлана дорогая бесславна зачем вы хотите читать шаббаток потому что я его назвал там сущность книжки это виды химических канцерогенов которых он был абсолютно мировой авторитет там очень не помню там ли но очень лихо упоминаются шпроты средоточие некоторых канцерогенов бенспирен ну и прокурива конечно сейчас я если позволите так при кашле на фоне приема мэра миприла можно да безусловно давайте-ка я попробую на себе найти эту книжку только и чтобы я при этом не выскочил из нашего замечательного секунду окей чтобы жения буквально секундочку отвлекусь сейчас а Продолжение следует... Друзья мои, Л.М.Шаббат. Почерки экспериментальной онкологии. Раз. Первое издание 47-го года, потом он трижды переиздавался. Вторая книжка. Циркуляция канцерогенов в окружающей среде. Это 1973 год. Извините, что такое все древнее. Он к тому моменту... Вернее, это все классика. Так, давайте еще вопросы. Почему при коклюше мы неэффективны? Потому что субстрат коклюша находится в центральной нервной системе. Так, Алена. Я стал давать наш бронхо, ему хоть и 14 лет, но уже лекарства никакие не помогают. Он кажется, что я считаю, получше стало. Ночью хоть спать дал. Да. Что я могу сказать? Да, безусловно. Моему 10 лет я тоже ему даю. Разные вещи. Но это не то, что мы можем с вами рекомендовать кому-то. Мы 20 раз об этом говорили. Есть понятие твой страх и риск своим. Есть. Ну, то, что мы не имеем права рекомендовать. Наталья, противопоказания какие есть? Посмотрите на состав. Разумеется, это аллергия к компонентам БАДа. Ну, разумеется, кормление, разумеется, кормление грудью имеется в виду, разумеется, беременность как таковая. Этого нельзя. Так, Марина. Остался фиброз. Два года после ковида нет полноценного вдоха. При послушании отверстия дыхания, при небольших нагрузках появляется одышка. Марина, это надо очень серьезно, это надо очень серьезно заниматься на уровне института пульмонологии. Потому что ситуация такого типа, я откровенно говорю, я не верю в фиброз. Я верю во все остальное. Я верю в набор, в первую очередь, сосудистой патологии при ковиде. Поэтому надо смотреть, надо обращаться к ним. Они достаточно серьезно это понимают. Как лучше принимать, утром две капсулы или одно утром, одно вечером? Мне ответили на этот вопрос. На самом деле, не принципиально. Я люблю его принимать все-таки две капсулы однократно. В данном случае, нам не нужно устраивать обязательно постоянное наличие его в Крыме. Какое время лучше принимать? Отвечаю. Идеальный вариант. Мне больше всего нравится. После еды, ну, часов около 11-12. При полинозе применяем. Полиноз – это все-таки аллергия, как такая, в чистом виде. И при полинозе у нас не отчего ему применять. При полинозе на самом месте. Замоторный линит. То есть, с водянистым содержимым. Огромное количество отделяемого при насморке. Из носовых ходов. В чистом полинозе нет. Давайте дальше. Сейчас. Вроде пока нет. Простите, кем он написал. Друзья мои, зачем вы опять понаписали в чате, когда лучше написать все-таки вопросы. Тем менее, 20-летние девочки с осадочным кашлем после пневмонии начали давать. Отменить? Нет, было начали давать. 20-летние девочки. Аллергия свисты по сентябрь на цветение трав. Отпадает нельзя. Как лучше принимать бронхофорты и наши травы на ячее? Я его очень люблю давать после еды. В первой половине дня. Не вижу вкладку вопроса. Где она? Она перед вами. Чат и вопросы. Выше чата. Так. Можно ли помещать с приемом центра актива? Без проблем. Так, давайте смять вопросы. Аллергический кашель. Нечего делать. Если он аллергический кашель. Не заниматься данной аллергией. А нечего делать. Просто для профилактики, если таких проблем глупо. Простите. Профилактируем что? Сейчас повторяю. Проблемы. Это не обязательно заболевание. Это эпидсезон. Это контакт. Это высокий шанс заболеть после переохлаждения. Вот это проблема. Если хотите, можно назвать это профилактикой возникновения. Проблем в виде заболевания. Конечно, да. Скол возраста 18. Где слайды можно взять, которые вы показывали? Ой, мы решим этот вопрос. Я вас отдельно опровестят. Куда все эти слайды? А простите, там зачем они так всегда нужны? Если там информация, которая безусловно есть у нас на сайте. И там ничего такого сильно, я бы сказал, кроме очевидных банальностей. Которые мы с вами обсудили в преамбульной части. Там ничего не тесно нет. Можно постоянно заложиться в нос. Много лет уже надо попробовать. Надо попробовать. Хроническая заложенность носа. Это как вариант хронического ренита. Она совершенно любопытна бывает. Только нужно разобраться, не существует ли под ней серьезных синуситов. Обязательно гейморитов. Может быть еще и с чем-нибудь сели поглубже. Тот же захват с формированием Атита плюс синусит. Там много чего может быть. Коллеги дорогие, слушаю ваших еще вопросов. Еще чуть-чуть у нас есть. Пока вы еще не написали некий очередной вопрос, я должен сказать. Я очень рад, что он подправился. Потому что он занимает ту нишу, которую, конечно, надо было занять. Мы просто посмотрели одну очень простую вещь. Какие эффекты мы должны реализовать. И мы их реализовали. Выпирать на поверхность какой-то один эффект, как это происходит, например, в АЦЦ. Или как это происходит у Синофорта. Какой-то эффект на верху. Остальные все по периферии. Тут другое. Другая ситуация. Тут периферических эффектов. При гайморрите будет эффект? Да, безусловно. Собственно, я его и часто достаточно рассматриваю. Как комбинирован в составе терапии гайморрита. Факт. При гайморритах и синуситах не поможет? Отвечаю. Должен помочь. Только надо помогать. Гайморриту и синуситах. Гайморрит как вид синусита. Для него важен особый фактор, который называется дрянность. Наш. Если для нас есть счастье. Не одержава его надо сделать. Но мы на фоне стрессы стало плохо спать. Начало применять поддержку сна и баяризма. В частном назначе и снотворное ЭО. Простите. Запекло. Можно и одновременно применять БАД дальше. Извините, не по теме. Безусловно, можно спокойно применять БАД дальше. Наши БАДы с теми же снотворными сочетаются в высшей степени неплохо. При гайморритах сопровождаемых отец. Безусловно, да. При рефлюксе, эзофагите можно не принимать. Что применяет из фуберликта при обострении эзофагита и буряк желудка? Рефлюкс, эзофагит и то, что мы сейчас с вами рассматриваем, но они вообще не связаны. А вот что можно применять при обострении эзофагита при рефлюксе и буряк желудка? Это, конечно, гастрокомфорт. Это фуберликовский гастрокомфорт, который, собственно, для этого предназначен. С чаем бронхо можно применять, да, без проблем. Можно применять профилактический в паре с секретами Востока в период инфекции. В принципе, да. Вы не получаете передозы. Так, я получил очередной набор вопросов, но, в общем-то, ничего нового я не получал. Так, можно применять, так, секретно, так. В бронхо-форте особенности эффекта, простите. Владимир, в чем заключается смысл вашего вопроса? Сейчас, секунду. Угу. Из того, что здесь, собственно, здесь нет неважных моментов. Здесь все абсолютно важные. Это то, где взять скрыны. Ну, наверное, да. Вы правы, да, простите. Аллергия с весны на сентябрь на светение не работает. Невозможно. Невозможно. Мы в эту ситуацию не лезем. Мы можем еще добавить аллергии. Итак, просто извините, что я вернулся к этому слайду, но пусть он в данном случае будет. Регенерация слизистой. Это принципиально. Это принципиально. Итак, кому подавать бронхо-форте? Всем, у кого, кто побежит в аптеку за каплями в нос, за таблетками для рассасывания, при проблемах горла, при всех состояниях под названием острые и спиратурные заболевания. И, ввиду того, что мы разумные, серьезные, разумные, умные люди, и к этому обязательно добавить тех, у кого состоялся контакт, тех, у кого есть серьезнейший риск получения либо состоявшегося перехлаждения, либо контакт с заболевшими, либо контакт с болеющими, распространяющими, либо плохая пыль, либо плохая холодная пыль в городе, что называется. Надеюсь, что я ответил на этот ваш вопрос. Так, у меня еще куча вопросов. У меня сейчас звучат. Нет, на это мы уже в основном все отвечали. Коллеги, давайте еще вопросы. Я буду рад на этом завершить. Сейчас секундочку. При эмотоидом ответе можно? Смысла не вижу, простите. Детям в какой дозировке давать? Ни в какой. Мы с вами говорили. 18+. Вот. Принимать как профилактику. Уже касались сегодня даже не раз. Еще раз. Это профилактика чего? Профилактика заражения, предположим. И профилактика развития ОРВИ. Можно принимать, если шанс этого заражения ОРВИ или развития ОРВИ достаточно высокого. Тогда его, конечно, можно и должно. Ну, пример. Я совершенно спокойно. Бывают дни, когда происходит лекция, потом происходит контакт с метро. Совершенно спокойно прием бронхофорта. Ну, практически убирает. По крайней мере, он работает на данный момент. У меня работает в 100% случаев. В случае, когда я его принимаю в профилактическом режиме для того, чтобы не, это самое, чтобы не, тупо не заболеть. При очевидном контакте с ОРВИ. Понимаете, в чем еще беда, в чем еще беда сейчас этого сезона? Этот сезон страшен тем, что есть ковид и все остальное. И они могут наслаиваться. То есть, ковид, как вы понимаете, это насистемное заболевание с респираторной симптоматикой. И отличить на ранней стаде это маловероятно. А отличить сумму ковида с ОРВИ, это, в общем, многомрачная ситуация. Поэтому вот в этом сезоне можно и должно его применять. Можно ли пожилому человеку в 80-е годы при пресбиопии? Простите, а почему здесь вы? Пресбиопия, если я правильно... А пресбифония, я не знаю, что пресбифония. Не тщите за труд меня просветить. Простите, сам себя передать. Так, Елена Чешетникова. Great idea. Что за great idea у нас? Был бы рад. При контакте или профилактике принимать тоже месяц? Да, я предложил бы как минимум неделю принимать. Это мой медуз. Острый контакт. Но, как правило, в эпид-сезон, особенно у тех, кто работает в... Или в больших коллективах, или у которых есть вот этот стандартный набор дом-работа, дом-транспорт-работа. Но он почти неизменим. Все, весь плохой сезон. Поэтому лучше применять подольше. До месяца включили. Четовидная железа, как профилактика, никакого смысла не вижу. Я тут не вижу ничего супер-работащего на щетовидную железу. На самом деле, по щетовидной железе, хочу напомнить, имеет место серьезнейший продукт, который называется иммуностимулятор. Там есть эпизоды, элементы профилактического эффекта для всех вариантов патологии щетовидной железы. Слушаю вас, уважаемые коллеги, еще вопросы. Так. Профилактическое режиме вы принимаете однократно или курсом? Ну и так, маленькие, я обожаю маленькие курсы, недельные курсы. Вот. Но даю себе отчет, что если, например, ну, это зима, это же кошмар. Не зима, это тихий ужас. Я догадываюсь, что перехода января-февраль не произойдет. Лучше пить месяц, конечно. Так, Людмила Несемчук. Приболело бронхитом, в январе не было бронхофорта. Можно ли пропить для закрепления эффекта? А вы знаете, пожалуй, да. Что такое слизистая бронхоф после бронхита? Это же жалко. Во-первых, это страшная готовность к рецидиву. Другому, другому бронхиту. А с другим микробом, с другим возбудителем. Ну, готовность к рецидиву, потому что слизистая, во-первых, истончена. Там мало ворс или почти нет. Там в ужасном состоянии люфоидный аппарат под слизистой. И в данном случае, конечно, надо слизистой помогать, максимально помогать регенерации. Вот для этого это нужно. Так, сахарный диабетик первого типа можно принимать. У нас, конечно, можно, только зачем? Зачем? То есть, имеется в виду, что диабетик первого типа хочет профилактироваться или получать этот продукт. Без проблем. У нас нету уже. Так. Девочка 15 лет слизистой ампозитом помогает и можно принимать. Ну, смотрите, я скажу вам, конечно, помогает. Можно ли принимать? Ну, конечно, нет. Потому что мы не можем давать. Мы, конечно, уточним этот момент. У нас есть одна такая воздель, которая называется 14 лет, но на показ 18 лет. Саша, по зрению уточним, я напишу это потом в чате. Так. Давайте смотреть дальше. Ну, вроде пока все. Тема курильщиков, которая высветилась у меня в сети. В этих наушниках просто высветилась несколько вариантов, связанных с курением. Поэтому маленький, карточеченький монолог на эту тему. Курение переводит любую респираторную проблему в проблему под названием курение плюс проблема. Не проблема плюс курение, а курение плюс проблема. Потому что курение остается зачастую главным патогенетическим фактором. Если говорить о канцерогенезе, то тут банально. Эти вещи, я надеюсь, вы прекрасно знаете, что набор канцерогенов обыкновенного табачного дыма достаточен. Причем, да, даже в тех же дозах достаточен эксперимент для образования опухоли почти у 100% лабораторных животных. Ну, слушайте, это безумие. Это безумие. Так, пока все. О, Владимир. Бада наше великолепное, непричем принимается с 5-го года. В связи с этим анекдотом. Умери дед с бабкой, попали в рай. И насажаться, кажется, твоя бабка и каприз как-то хорошо. Ага. Дед отвечает, если не твой МЛМ и не твои бады, уже давно здесь были. Владимир Браво мне понравился. Старший ваш анекдот. Искренне. Потому что это хороший анекдот. Хороший, хороший. Мне очень нравится. Вот. Я попытаюсь его обыграть. И попытаюсь его даже, может быть, за честным черным. Не, ну, не черный. Это все интересное. И, кстати, безупречно логичная ситуация получается. А это не просто. Так. Коллегия, я сейчас начинаю заканчивать. Но, тем не менее. Лецитин и бронхофорта. Эффект усиливает. Не сильно думаю, что усиливает. Потому что лецитин у нас... Я рассмотрел бы эффект усиления его в одном аспекте. Это восстановление слизистой, как таковое. Потому что лецитин эффектов не только, как мы знаем, прекрасно. Не только известные нам и описанные нами. Вещи, связанные с эффектом фосфолипидов, как таковых. Это панцеллюлярные эффекты, связанные с ситуацией восстановления клеток. То есть, так называемая полная раституция клеток, когда клетка погибла или набор клеток погиб в результате воспринимаемого процесса, токсического процесса, как, например, при вдыхании дыма. Или тем, что творилось в Москве в 2010 году, когда мы все вдыхали в течение восьми дней. Так. Перенимать за Георгия Константиновна можно без вопросов. Без вопросов даже очень хорошо. Так, хорошо. Давайте еще. Так, коллеги дорогие, на этом, с Вашим позволением, мы заканчиваем. Я был рад контакту после длинного перерыва. Из важных моментов, которые, по-моему, есть уже во всех чатах и так далее, у нас будет продолжаться практика поездок по России, в данном случае. Поездок учебных с более развернутой программой, в процессе которой у нас будет с Вами тяжелейший, интереснейший, тяжелейший в хорошем смысле, интереснейший интерактив. Вам придется вместе с нами рассматривать кейсы. Мы это уже пробовали, кстати, прелестнейшим образом получается, когда мы делали это в Кыргызстане. Ну, не только в Кыргызстане, в Кыргызстане в первую очередь мы делали это на достаточно таком интересном уровне. И, в общем, посмотрим, что будет у нас в дальнейшем. Так, коллеги в самой маленькой, начали меня помнить вопросы. Дегенеральный кыргызстанин – полезный для восстановления сосудов. Можете понимать это в постоянной основе. И нужен перерыв. Всегда нужны перерывы. Всегда нужны перерывы. Перерывы небольшие, двухнедельные, например. Но перерывы – это очень и очень важно. Я пока не могу этого объяснить в чистом виде. Почему эти волны или почему эти пульсы, чем они важны. Но это нужно. Задерждая побочки после ковида больше года, какой курс? Два месяца. Даже если начнется выраженное облегчение. Два месяца. Когда запись можно посмотреть, понятия не имею, не могу вообще сказать. Я думаю, что нужно уточнить у наших боссов. Я в Беларусь планирую приехать с таким обучением. Вам уже в Беларуси имели счастье быть. Посмотрим, может быть, еще. Попробуем. Спасибо большое. Вам спасибо. Вообще, мне нужны ваши лицензии, конечно, на происходящее. Потому что это важно. Получили мы же много тестов. Благодарю вас. Благодарю, благодарю, благодарю. Мне нужны ваши впечатления. Особенно, что нового удалось ли вам услышать. Я имею в виду нового, не по поводу Бронхофорта, но нового, может быть, концептуального, может быть, ну, скажем, расширяющего ваш кругозор как таковой. Потому что мне, например, было принципиально даже не то, что реализовано в Бронхофорте, не тот набор. Хотя он сам по себе невероятно, я бы так сказал, он очень не банален, этот набор. Это далеко совершенно не то, что обычно засаживаются. Это алтеи, это ромашка, это там, эти все, это, как взаимодхаркивающие. Это все не то. Или заслуживающие, с другой стороны, тоже не то. Естественно, чистый сок алоид, который хочется повеситься, если вы его закапываете, свежевыжатые. Или каланхоя, чихательная трава, от которой потом, бог его знает, что творится. Нам, мы сделать, мы стараемся, в том числе в Молекунах Форс, в том числе здесь, делать невероятно небанально. Делать точечно, делать с хорошим профилем безопасности. Дорогие мои, сейчас, секундочку еще. Когда у нас акцент на курсы приема. Алла, вот буквально маленькая деталь, я уже побегу. Курсы приема должны быть продуктом в чистом виде вашего творчества. Потому что нужно оценить тяжесть. Ну, кроме того, что с человеком вообще. Тяжесть, его вообще реакцию на происходящее. В том числе, на полученную терапию. Или не. Ретиф или позитив. Это, в том числе, я там, условно говоря. Два месяца при хроническом ракете. Спасибо огромное. Буду впредь стараться максимально акцентироваться именно на ваших вопросах. Всего доброго. Спасибо.